Всем привет! Это Коммерсант Карьера, наш очередной выпуск подкаста, который вы можете скачать на сайте Коммерсанта, в iTunes, в Google Play и в прочих самых разнообразных интернет местах. Меня зовут Михаил Гуревич и вместе со мной, как всегда, моя соведущая Ирина Конторева, создатель ресурсов вакансий для хороших людей. Здравствуй, Миша. Здравствуй. Ну что, у нас есть гости, как всегда. Наши гости знают об интернете и продвижении в сети абсолютно всё. Она основала Академию Интернет-резерва, создаёт красоту и ясность во всём, от бизнес-процессов до интерфейсов и сделала мировой звездой своего кота. В нашей студии Виктория Вирта. Здравствуйте. Приветствую, Виктория. Здравствуйте. Может, с кота начнём? Да, ну, как всегда. Мне кажется, это самое интересное. Давайте не откладывать в долгий ящик. Он всю славу забирает у своей хозяйки. Нет, ну, хозяйка просто сделала такой удачный кейс. Можно буквально пару слов, как кот стал всемирно известен? Это я на эту тему всегда шучу, что я могу какие угодно говорить свои достижения. Вот у меня недавно статья в Википедии вышла, то есть я теперь энциклопедическую ценность представляю. Это всё неважно, когда речь заходит о моём коте. Да, кейс простой. В эпоху становления Инстаграма в России, да, звучит уже эпично. Я решила, что надо продвинуть своего кота. Да, уже тогда, кажется, что это было очень давно. На самом деле, это был как раз год 12-13, когда появился Инстаграм, начал развиваться в России. И я, в общем-то, на своём коте просто экспериментировала с алгоритмами. То есть это был просто кейс для экспериментов. Но потом оказалось, что он нравится людям, они на него подписываются, они не могут жить без него. Они не могут начать свой день, пока не увидят его фотографии. То есть если я день не выкладывала, они реально писали, что я не могу начать свой день, пока не увижу фотографию. Как ты там живёшь? То есть они с ним разговаривали, они искренне уверены, что он их понимает, отвечает. А сколько подписчиков у кота? Ну вот в пиковое время у него было 143 тысячи, сейчас у него 103 тысячи, потому что два года я вообще не занималась его аккаунтом после пика. То есть у него был пик. Бедные же люди, которые не могли начать работу. Да, какая-то часть людей. Уволились, опустились и вообще. Да, вот. Но сейчас у него 103 тысячи подписчиков. Сейчас я снова начала вести его аккаунты для того, чтобы переориентировать на российскую аудиторию. Потому что в основном его аудитория была Штаты и Азия. А теперь он заговорил по-русски. Кстати, да, заговорил по-русски. Раньше он не говорил по-русски. Причём с моим плохим английским это, видимо, было очень забавно. Но зато я, кстати, на коте тоже экспериментировала. Какое-то время вообще не я вела. У меня были сотрудники, которые вели именно кота. Вот в пиковый его, в момент его такой топовой славы основной. Вот. А сейчас веду я, веду на российскую аудиторию, продвигаю на российскую аудиторию. Потому что в ближайшее время, я прямо в самое ближайшее время запущу котячий проект новый. Я увидела у тебя в Фейсбуке статус, который меня удивил. Правда, неожиданное вот это твоё заявление. Ты готовишься возглавить инфобизнес. Я знаю то, что ты пишешь там. Это всегда имеет под собой такое основание. Что это? Да. Ну, опять же, ты знаешь, что я всю жизнь борюсь с инфобизмом. Ну, то есть это прямо моя такая основная, наверное, черта. То есть я борюсь с теми, которые учат тому, чего сами не умеют. Есть, надо разделить, например, преподавателей и вот именно инфобизнесменов. Само понятие инфобиза в России, в общем-то, изначально не было ничего плохого. То есть инфобизнесмен — это люди, которые продают информацию в разных видах. Книги, вебинары там и так далее. Но именно в России инфобиз себя очернил именно подходом. То есть появились всякие люди, которые стали писать книжки, в которых они прям прямым текстом говорили. Откройте Wordstat, посмотрите, какие темы сейчас популярны, напишите за две недели книгу, то есть не будьте в чём-то экспертом, а узнайте, что вы популярны, сделайте вид, что вы в этом эксперт, соберите бесплатный вебинар и продайте на нём платный курс. Вот вся схема инфобиза. Есть преподаватели, это немножко другая история. Есть целый пласт наук, где не обязательно быть самым лучшим игроком, но ты можешь быть, тем не менее, владельцем методики, например. То есть, допустим, я не знаю, есть ли вообще хоть один психолог, абсолютно психически здоровый. Но, в общем, есть, тем не менее, игры сферы, где можно просто владеть методиками, они передаваемые, и, в общем-то, не обязательно быть самому, как сказать, применять их наилучшим способом, но можно передать другим. Но вот в сфере практической, например, в сфере интернет-маркетинга, она очень практическая, всё-таки, я считаю, учить интернет-маркетингу, если ты сам им не занимаешься, это вредно. То есть, это просто вот вред, и поэтому я с ними очень долго боролась. А в какой-то момент, вот буквально недавно, я почему-то поняла, что бесполезно бороться, потому что это всё идёт не от них. Это не они негодяи, а это люди, в них нуждаются. Как бы это странно ни казалось, и, в общем-то, я поняла, что не должна брать на себя функцию мерила, такого бога-оценщика, да, кто прав, кто виноват, кто имеет право, кто не имеет права. Чтобы я просто... Чтобы было понятнее мне и нашим зрителям-слушателям. То есть, ты утверждаешь, что учить реальному бизнесу не должны те, кто этим реальным бизнесом не занимается. Это тоже. Это тоже как раз бизнесмены. Это тоже, кстати, правда. Это... Ты немножко другую сферу затронул, именно бизнес. Ну, по сути, это то же самое. Ну, хорошо, СММ, там, интернет-маркетинг. Ну, да. Просто бизнес это ещё шире. Ну, то есть, там уже не только продвижение, там ещё много чего. Это один сегмент. Это один сегмент. Да, то есть, там и финансы, там и так далее, да, на эту тему... Я правильно понимаю, что человек, если он не занимается, то нечего и учить? Правильно. Если человек не занимается бизнесом, он не может учить бизнесу. Тут со мной не согласятся все корпоративные тренеры, которые приходят в компанию. И сейчас здесь нет в нашей студии, поэтому я просто хотел... Поэтому расскажи, наконец, правду. Да, ну, в общем, в итоге, когда я поняла, что я бороться с ними не могу, потому что люди сами хотят их слушать, то я, когда пообсуждала это с умными людьми, то услышала очень интересную идею, что если ты не можешь что-то победить, надо это возглавить. Да, то есть, идея оказалась простая в своей гениальности. Я поняла, что, ну, действительно, если я не могу победить это как явление, то, возможно, я смогу стать над этим явлением и, допустим, добавить в него какую-то систему оценки для тех же самых людей. То есть, для того, чтобы у них появился инструмент, для того, чтобы они могли объективно, самостоятельно давать оценку тем, кто пытается их чему-то учить. Ну, и, соответственно, выбрать. Да, то есть, ну, совсем по-простому, это должно быть какое-то определенное место в интернете, которое объединяет вот всех людей, которые занимаются инфобизмом. Такой, знаете, агрегатор инфобизнесменов. Это очень важный момент, кстати, Ира. Вот, то есть, мы говорим не о медиабизнесе, а о инфобизнесе. Это немножко разные вещи. Это нужно разделять, конечно. Да, да, то есть, это не создание какого-то контента, да, а именно работа с, ну, дистанционное обучение, какие-то, то есть, образовательные какие-то проекты, обучающие проекты и так далее. Вот это инфобизнес. Да, для инфобизнесменов контент – это просто метод. Окей. А, кстати, чтобы закончить эту тему, уточняю еще один вопрос. Но, с другой стороны, если только практикующие бизнесмены будут вас чему-то обучать, то они же тоже, они зашорены. Действительно, то есть, вот у меня есть некий набор кейсов, которым я обучился, которые я применял, и которые у меня работают. Но они работают у меня. И быть уверенным в том, что они будут работать у другого человека, совершенно невозможно. То есть, действительно, такая вот вторая сторона этой медали. То есть, коучеры, которые такие, теоретические специалисты, они не понимают, как это в реальности происходит, а те, кто погружены в эту реальность, не могут зачастую из нее выкарабкаться, и обучают только тому, что они сами делают. Знаете, как это, как с Карнеги было, да, то есть, когда ты читаешь, если ты, там, не знаю, Линкольн, ты залез на коня, и к тебе подошел слуга и спросил то-то, ты ему должен ответить это. Но ты не Линкольн, ты не на коне, и к тебе не подходит слуга ни с каким вопросом. Все верно. Но у меня всегда было такое требование, вот, кстати, к преподавателям моей академии, к экспертам, которые у меня обучают, что человек должен заниматься не только в данный момент тем, чему он учит, но и успешно это делать. Это правда. То есть, например, прошлый опыт совершенно никакого значения не имеет. Ну, то есть, например, я специалист по видеоконтенту. Я была топ-менеджером целого ряда крупнейших видеопорталов в России, развивала их, создавала. Рутюб, если я не ошибаюсь. Рутюб, в замгенеральном ИВИ онлайн-кинотеатре я была. То есть, у меня огромный опыт именно в видеоконтенте, и мало кто в России имеет такой опыт. Но, тем не менее, я почему-то же не читаю мастер-классы по созданию видеоконтента. Почему? Потому что это дело прошлое. И как раз на данный момент мои знания не актуальны. Поэтому я сейчас этому не обучаю. Но даже если знания актуальны, ты всё правильно говоришь. Человек успешно, например, сейчас что-то делает. Совершенно не значит, что кто-то возьмёт его модель и сможет её повторить. Но здесь, слава богу, у всех возникает уже вот эта мысль, она уже, в принципе, ну, мало у кого есть сомнения, что каждый опыт уникален. То есть, и в интернет-маркетинге мы всегда про это говорим, что нет готовых решений. Поэтому, по сути, знаете, как сейчас очень модная тема, не учиться, а учиться-учиться. Ну, то есть, сейчас считается главной компетенцией уметь находить знания, уметь разбираться в них и отсеивать зёрна от плевел. Процесс личностного роста. Да, вот именно процесс тот, которым до сих пор не могут обучить искусственный интеллект, чтобы входящая информация фильтровалась на входе, что представляет ценность, а что не представляет. И вот, по сути, я людей учу так, чтобы у них появлялась свобода. Свобода в выборе решений. То есть, я не говорю им действовать как я, потому что я понимаю, что у них это может быть как-то по-другому. Но я им говорю, смотрите, мир устроен так. И если у вас, например, вот эта сфера, вам подойдёт, может быть, это. Если нет, то это. Но вы должны экспериментировать. Самое моё любимое слово, которое я часто употребляю, это гипотезы. То есть, мы, по сути, всю жизнь строим гипотезы и проверяем их. И плюс, такой большой плюс интернета, всех историй, интернет-проектов, в том, что гипотезы проверяются быстро. Я где-то здесь читал в Фейсбуке прекрасный текст о том, чем отличаются россияне от европейцев. Здесь Виктория сейчас выступает как европеец. Она говорит, возможно, гипотеза и так далее. То есть, европейцы говорят, возможно, там, где россияне говорят, а на самом деле это так. Слушайте, у нас есть авось. Это примерно то же самое, правда. Давайте, может быть, про Академию интернет-резерва поговорим. Что это такое? Про бизнес. С чем и уйдет? Потому что у меня со словом резерв всегда есть только одна ассоциация. Это президентский резерв. У тебя очень правильная ассоциация. Название возникло именно оттуда. То есть, когда встал вопрос, как назвать компанию, мы решили, что кого мы собираемся, то есть, что мы собираемся создавать в мире, какую полезность. Мы собираемся увеличивать количество людей, владеющих уникальным знанием об интернете. Вот, собственно, это и есть как президентский резерв, так и интернет-резерв, по сути. То есть, это не те, которые временно отсиживаются, а именно те, которые обладают достаточно компетенцией, чтобы в любой момент пойти, не знаю, там, возглавить любой проект или в своем бизнесе это делать. Поэтому все это задумалось как раз три года назад, это было создано три года назад, изначально как носитель стандарта. То есть, предполагалось, что мы будем именно создавать специалистов по интернет-маркетингу, и они будут нести вот это доброе, светлое, правильное в мир. Но буквально с первого же потока наших курсов к нам стали приходить не люди, которым нужно профессию получить, а предприниматели, руководители. Ну, то есть, вообще не та аудитория. У нас даже на лендинге была написана гарантия трудоустройства. То есть, мы, в общем-то, вначале... А им нужно было просто навыки. А им нужно было, то есть, да, когда мы стали спрашивать, зачем вы к нам идете, то есть, что вам нужно, оказалось, что они просто уже потратили много денег, намучились, поняли, что... В общем, это как раз те люди, которые дошли, наконец-то, до идеи, что, несмотря на то, что они предприниматели, недостаточно кого-то или руководителя, недостаточно нанять какого-то отдельного человека, который этим займется, а придется в этом разбираться самому. А иначе это будут постоянные потери денег и времени. И мы быстро, да, перепозиционировались на, в общем-то, контроль подрядчиков и бюджетов. Изменили прям надписи, и, в общем, к нам встали именно эти люди. Академия контроля подрядчиков и бюджетов. Я хотела прям сделать такой честный лендинг, где я бы написала, мы учим, как сделать так, что вас не пи-подрядчики. И главное, понятно. Так, и сколько людей прошли эту Академию интернет-резерву за три года? У выпускников очных курсов у нас больше 400. То есть, это прям очень радует, что у нас количество... Я-я. Умных, да, предпринимателей, именно умных в сфере интернет-маркетинга уже настолько увеличилось. А слушателей разных мастер-классов, каких-то коротких программ, ну, больше трех тысяч. Тогда, пользуясь случаем, я попробую тестимонию такую получить. Ну, как бы ты прошла эти курсы и чему это тебя научило? Слушай, ну, во-первых, меня уже так не обмануть. Когда мне говорят какие-то умные слова СММ, вот СММщики или там СЕО, я могу с ними поговорить на этом языке и уж точно не солью деньги какие-то. Ну, вообще, я стараюсь заниматься этим сама. Ну, я люблю сама вот ручками контролировать. Это тоже после обучения, поняла? Да, однозначно. То есть, это, знаешь, эта голова встает вот так как-то вот на место, все систематизируется. Слушай, ну, это вечная проблема, потому что вот интернет-маркетинг, с одной стороны, да, это безумно популярное направление. Ну, потому что с точки зрения любого бизнеса, интернет это как бы еще один дополнительный рынок. Там регион, сегмент, страна и так далее. Вот я бы даже не сказала, что он дополнительный. Я бы сказала, что он становится основным. Еще раз, это основной для новых бизнесов. Когда я много раз и много общаюсь с реальными бизнесами, так вот они говорят, ну, мы вот, например, страховая, да, у нас есть 10 тысяч агентов, которые продают, я не знаю, там, 500 отделений в разных городах России. И вот еще одно отделение, которое увеличивается и увеличивается, и еще один регион, и в какой-то момент, может быть, превращающийся в страну, это интернет. И там надо тоже продавать, там надо тоже что-то получить. Но при этом, как это сделать, это какой-то мрак и ад. Потому что, ну, возникает после каких-то, там, не знаю, первых попыток, возникает четкое ощущение, что это какой-то непонятный, на такое пространство, где законы, которые в реальном бизнесе работают, не работают там совсем. И, с другой стороны, деньги куда-то утекают, как в трубу. У тебя вроде все цифры сходятся, все вот показатели, которые тебе казалось, что они должны быть для успешного маркетинга, присутствуют, но выхлопа никакого нет. И ты постоянно нанимаешь этих людей. Эти люди, которые говорят, что они умеют заниматься интернет-маркетингом, они зачастую не хотят выходить в офис, они хотят работать отдельно. И все равно ты не получаешь деньги, а тратишь все больше и больше и больше. И да, только когда ты вдруг сам садишься и сам ручками начинаешь этим заниматься, что-то, может быть, получается. Но это же тоже, это же не выход. Это не выход. Смотри, очень интересная история. С одной стороны, вот когда я говорю, что в этой сфере очень много мошенников и обманщиков, мне обычно возражают, что так везде. Ну, то есть это какая-то уникальная история для интернет-маркетинга. Но в интернет-маркетинге она усугубляется именно тем, что да, заказчик не знает, в каком моменте его обманут. Но проблема возникает снова, когда он знает, где его могут обмануть. Тут у него возникает еще одна задача, а где же найти тех, которые не обманут. И оказывается, что рынок, ну, нет таких людей, их очень мало на рынке. Да, не просто не обманут, а те, которые придут, будут работать в офисе, как нормальные люди, ну, например, хотя бы. Даже в офисе придут в офисе, да, пусть они работают удаленно. Просто реально предприниматель сталкивается с историей, что когда он понял, как надо контролировать, что надо требовать, куда надо смотреть, вдруг оказывается, что найти подрядчиков, которые на это согласятся, или исполнителей, или даже штатных сотрудников, которые будут делать именно так, становится очень сложно. Потому что все-таки тотально на рынке обучают не совсем этому. Ну, то есть вот то, что я хотела все-таки специалистов обучать, другие компании на рынке, они стараются обучать как бы специалистов. Но то, что оттуда выходит, это, конечно, мрак в основном. И, к сожалению, этот мрак выходит с иллюзией, что они это умеют. И они начинают устраиваться. И вот тут начинает прям реальный разрыв. То есть я обучаю, например, работодателя тому, как проверять на собеседование того же СММщика. Он начинает проверять СММщиков, и вдруг оказывается, что никто не проходит по критериям. И первая идея, которая возникает тогда у предпринимателя, ладно, буду делать сам. Это, конечно, неправильно. Я согласна, что это неправильно. Но по-другому весь рынок не изменит. То есть когда я пыталась сделать революцию снизу, то есть обучать специалистов, у меня не получилось это сделать, потому что зачем специалисту потенциальному платить деньги для своего обучения, если его и так наймут на работу, потому что работодатель не знает, как его оценивать. Ну, мы про какой-то тупик тут рассуждаем. Но в какой-то момент это должно произойти. То есть смотрите, если я начинаю обучать работодателей, то когда они начинают требовать от рынка другое, соответственно, рынок должен дать. Это правда, да, сначала будет разрыв. Но через какое-то время я все-таки верю, что рынок должен дать то, что требуют работодатели. То есть революцию сверху все-таки сделать проще получается, потому что рынок соискательный начинает тянуться за потребностями работодателей. Поэтому обучать работодателей благодатнее с точки зрения развития рынка. Ну, долгое время в интернете вообще не было специалистов с дипломом той работы, той деятельности, которой они занимаются. И это, кстати, включало даже программистов. Я очень хорошо помню, как у меня там, не знаю, из ста программистов, наверное, там, ну, человек 10 были программистами по образованию, а все остальные были даже детскими терапевтами. Вот, даже такое встречалось. А в какой-то момент произошло замещение, то есть произошла революция, и действительно сегодня, наверное, процентов там 70-80 программистов — это программисты. Да. Вот. С интернет-маркетингом. С интернет-маркетингом все только в стадии вот зарождения. А на Западе? На Западе все есть, там есть стандарт. На самом деле, профстандарт интернет-маркетинга появился в России, он существует. То есть в Минобрии есть профстандарт интернет-маркетинга, как раз... Ой, я представляю, какой это стандарт. Вот, вот. Три года назад, когда я создавала Академию, меня пригласили участвовать в его создании, но пригласили уже на стадии почти финальной, и когда я увидела, что они туда понасунули... Ну, в общем, это не интернет-маркетинг, что они из этого Франкенштейна сделали, и я быстро вышла, как бы сказала, что это ко мне не имеет отношения, но зато вот, собственно, Академия сделала стандарт интернет-маркетинга для WorldSkills. То есть мы являемся создательными именно компетенции, которая называется интернет-маркетинг, WorldSkills, по которой вот в этом году начались презентационные соревнования. То есть можно зайти на сайт вашей интернет-академии? Нет, ну у нас нигде про это не написано. Вот где можно прочесть, где человек, который не обучался? Хотелось, чтобы было написано уже. Вот мы про это... И запрос. Я знаю, но мы про это не писали, потому что для нас это было... ну потому что там дети, это не совсем вообще наша сфера. Просто так получилось, что мы обучили людей из WorldSkills, это тоже люди, которые прошли через наше обучение. Нет, ну просто интересно куда-то зайти и прочесть, что такое интернет-маркетинг. А, нет, на сайте WorldSkills наверняка есть, потому что компетенция описана. Можно я просто воспользуюсь тем, что Вика сюда пришла, и наши слушатели, предприниматели, многие из них предприниматели, коммерсанты могут воспользоваться и быстренько поучиться у тебя. Такое, знаешь, экспресс-обучение. Вот они ушли в свободное плавание, запустили свой бизнес, и понятно, что они должны присутствовать в социальных сетях. Расскажи, пожалуйста, что им сделать, какие ошибки не совершать. Понимаешь, что много, но вот какие-то важные вещи. Как продвигать себя и свой бизнес? Вот ты понимаешь, вот как продвигать невозможно. Как мы уже говорили, готовых решений нет, поэтому общую схему. Мне тут недавно человек написал, говорит, Вика, нужен твой совет в личке. Я говорю, давай. Мы запустили бизнес, нам нужно знать, как его раскрутить. Я говорю, вот, отлично, да. Я говорю, приходи учиться. Крути, надо было сказать. Да, вообще слово «раскрутить» я, конечно, вообще обожаю в кавычках, потому что, ну вот, да, давайте, расскажем, не знаю, там, покрутим. Прошу, что там должно быть вот на его социальных сетях, чтобы это помогло все-таки раскрутить? Да, смотри. Для начала, можно уточнять еще вопрос? В интернете или на социальных сетях? Это вот разные вещи? Вообще имел в виду, да, социальные сети. Соцсети — это один из каналов интернет-маркетинга. Вот СММ, как раз, социал-медиа-маркетинг — это один из шести каналов интернет-маркетинга. Мы именно об этом и говорим. Да, вот как раз если твой вопрос конкретизирует, то есть что делать предпринимателю именно в соцсетях, вот там есть тоже два пласта точно. То есть есть такое понятие, как коммерческий СММ, то есть это то, что создаются страницы, это там, где предприниматель, а точнее его компания является платящим, то есть рекламодателем. Это вообще отдельная история. А вот он как личность, это другая. Вот скорее вот это меня интересует. Вот он как личность, он в первую очередь должен задуматься о наращивании социального капитала. Очень модно сейчас говорить про персональный бренд, прям все бредят в создании персонального бренда, но правда-то в том, что это не всем показано, то есть не всем нужно создавать персональный бренд, не всем нужно становиться представителями шоу-менов, ну то есть шоу-бизнеса, инфлюенсерами, вот очень модное слово сейчас инфлюенсеры. Влияющие. Да, влияющие. Вот в принципе не всем это нужно, но всем нужно тем не менее иметь, то есть быть такими микро-инфлюенсерами, то есть влияющими на свой там какой-то, пусть даже небольшой социальный капитал, даже тысячи подписчиков, но если это тысяча целевой аудитории, клиентов, партнеров, ну то есть именно тех, на кого можно влиять, и от влияния будут конкретные, как сказать, финансовые положительные результаты, вот это обязан делать любой предприниматель. И вот эти идеи, ой, это мой закрытый аккаунт, ой, я не хочу показывать своего ребёнка, ой, моя мама смотрит там, не знаю, вот за моей жизнью с помощью моих аккаунтов, вообще норма, да? Это прям реальные слова, которые... Забань свою маму. Да, люди... Замочек поставь от мамы. За Хайди. Да, то есть вот разные всякие оправдания, почему люди... Или там, я не знаю, что мне писать, делать контент это так тяжело, или там очень разные вообще есть оправдания, почему люди ничего не делают в соцсетях. В реальности всё это разбивается просто в какой-то момент, когда человек понимает, что вот там Вася, его там конкурент такой же, но почему-то о нём все знают, его там цитируют, его репостят, его где-то упоминают, а вот о нём замечательном не знают, хотя у него даже могут быть финансовые результаты лучше. То есть люди начали... До людей начало доходить, что эту работу за них никто не сделает. То есть это даже... Это нельзя нанять какого-то специалиста, который будет, как раньше, за политиков, за тебя всё делать в соцсетях, потому что всё, что касается бизнеса, там нужны компетенции настолько специфичные, что другого человека посадить за себя реально сложно. Я правильно понимаю, что если человека, если предпринимателя нету в соцсетях, активно не присутствует, то, по сути, для многих потребителей, для многих клиентов, его просто нету. Да, но вот ты говорил про реальный сектор, про реальный бизнес. Там есть немножко другая история. Конечно, есть огромное количество предпринимателей, которых нет в соцсетях, или они есть не под своими аккаунтами, которым вообще никак деятельность их личных в соцсетях никак не связана с успехом их бизнеса. То есть любая промышленность, какая-нибудь крупная ресурсная компания, это отдельная история. Но, тем не менее, соцсети — это всё-таки место для нетворкинга. Вот у меня была реальная ситуация, когда ко мне приехал на консультацию человек, который в регионе имеет несколько бизнесов, достаточно крупные, логистические, там ещё несколько крупных бизнесов. И он приехал в Москву. То есть ему, в общем-то, клиентов он и не берёт из соцсетей. Но пришло ко мне за консультацией, как создать, собственно, персональный бренд в соцсетях, в кавычках, потому что он понимал, что в Москве он никто. Каким бы он крутым ни был в регионе, в Москве он никто. А ему нужно было познакомиться с представителями правительства московского. То есть в этом отношении есть разница между центральными регионами, скажем, Москва, Санкт-Петербург и провинцией. То есть если в провинции ещё как-то можно без этого, то вот... Да нет, оно и везде можно. То есть просто там он эти связи вот с этими правительственными кругами своего региона он приобрёл ранее и по-другому. А в Москву, когда он попал, он не может просто так взять, открыть, не знаю, там, спинка дверь куда-нибудь в учреждение и сказать, давай дружить, не знаю, там, да. Ему просто надо наладить. И мы с ним реально выясняли, кто его аудитория. Вот и поняли, что это московское правительство. Чем московское правительство сейчас озабочено? Айронменством. То есть они все реально бегают вот этот триатлон. То есть прямо это очень модная тема. Значит, ему надо начать заниматься триатлоном, демонстрировать это в соцсетях. Постить фоточки. Постить фоточки, да. То есть мы реально... Желательно узнать, в каких клубах они тренируются. Правильно, мы так и выяснили, в каких клубах. Я ему сказала, в каких клубах надо купить абонемент. То есть на самом деле это, конечно, работа шире, чем просто про соцсети. Это то, чем раньше, наверное, имиджмейкеры занимались. В принципе, я когда-то была дипломированным имиджмейкером. Но это даже, опять же, больше, чем про имидж. Это вообще про создание определенного образа человека и определенного образа жизни. В данном случае соцсети для конкретного клиента. А соцсети хорошо помогают. Это было как бы именно витрина или это средство для разведки? Нет, это именно витрина, потому что он должен был появиться в инфополе. Да, но вот найти как раз, а чем занимается, а в каких клубах и так далее, то получается это как будто... В принципе, это же тоже можно исследовательскую работу провести через соцсети. Соцсети сейчас — это дверь, да? Раньше можно было с улицы попасть, а сейчас ты можешь попасть через соцсети. Если мы знаем друг друга в соцсетях, но не знаем, например, лично, мне все равно легче обратиться к этому человеку. И он ответит мне, потому что мы там дружим. Причем, кстати, да, это интересный парадокс. То есть ты можешь человеку не дописаться на почту, ты можешь, не знаю, там, не выйти даже на его секретаря или на его пресс-секретаря, там, но в личку он тебя ответит. Если ты его затыгишь в интернете, то скорее всего он тебя ответит. А, это есть отдельные приемы, есть целые... Например, если ты понимаешь, что от того, что ты просто запустил, ну, человеку напишешь в личку, он тебе не отреагирует, ну, ты знаешь, например, что человек, в принципе, не очень общается в личке. Там есть куча хитростей. Например, можно все-таки добавиться в друзья, и, может быть, он одобрит. Хотя, опять же, чтобы он одобрил, надо подумать, как оформить свой аккаунт, чтобы ты ему был интересен. Чтобы тебе было нужное количество общих френдов. Да, то есть там целая такая история. А потом можно, например, вот прям это конкретный прием, следить за тем, что этот человек все-таки постит. Он может нечасто, например, постить, но вдруг он запостил какую-то тему. И в этот же день надо запостить тоже на эту же тему. Алгоритмы соцсетей, вот в Фейсбуке, например, они так устроены, что они эти посты склеят, и этот человек увидит в своей ленте неожиданно ваш пост. Потому что то, что, например, даже в друзьях, это совершенно не означает, что он видел ваши посты. Но из-за того, что вы написали на ту же тему, на которую написал он, для Фейсбука это означает, что вы интересны друг другу, получается. И он ему покажет ваш пост. А если в этом посте еще и помянет этого человека, и он это увидит, например. А, ну, например, вот я сегодня прочитала у того человека, и я как раз, да, и высказать, да, допустим, какую-то свою тему. То есть вероятность, что он все-таки, может быть, не откомментирует, конечно. Ну, выйдет на контакт и будет только более... Да, ну, по крайней мере, обратит внимание, и можно будет ему потом написать в личку. Слушай, это прям такой лайфхак, конечно. Да, а вот эта вот тема, когда все лайкают друг друга. Зачем? Да ладно, ладно, все лайкают. У меня есть такие профессионалы, которые просто лайкают. Вот ты заходишь в Фейсбук, да, там, и вдруг ты видишь там, не знаю, 48 обновлений, ну, как бы сообщений. Ты понимаешь, что это один человек, который зашел и пулеметной очередью по всем твоим последним обновлениям выступил? Могу объяснить. Хотя меня больше интересует, зачем человек себя лайкает. Вот это гораздо интереснее. Точнее сказать, у меня тоже есть объяснение. Они послушали инфобиз всякий, который им рассказывает про то, что лайки влияют на рейндж-поста, и они думают, что они своим лайком увеличивают. Только инфобизнесмены не объяснили, что алгоритм все-таки умнее, и свой лайк не учитывается. В рейнже, ну, бог с ним. С точки зрения посторонних людей это скорее минус. С точки зрения посторонних увеличивает, а с точки зрения своего лайка нет. А вот зачем, например, люди приходят и просто пролайкуют, для этого тоже есть интересный ответ, он связан с нашей психологией. В какой-то момент лайк стал обозначать просмотрено. Ну, то есть просто люди так поняли. Вот, например, в комментариях ты не знаешь, прочел человек комментарий или нет, и люди стали лайкать комментарии, чтобы показать, что они прочли. А мне казалось, что это такие социальные лайки. То есть вот, условно говоря... Или одобрение. Или одобрение, или какая-то такая социальная необходимость. То есть вот муж лайкает свою жену. А, это другая история. Но это тогда никогда полиглядно очередь. Это просто в течение дня лайкает. Или, например, сотрудники лайкают своего начальника. То же самое. То есть он... Не то, чтобы они хотели лайкнуть, но как бы неудобно весь коллектив департамента от лайкал начальника. Слушайте, ну это как в жизни. Сказать комплимент. Ну, да, но знаете... Это же не комплимент, это такое вот социальное, как бы, обязательство какое-то. Это скорее не социальное обязательство. Это скорее все-таки попытка подхалимства уж тогда. Потому что вот на самом деле люди как раз не чувствуют себя обязанными делать что-то в соцсетях даже ради своего работодателя. Поэтому мы ввели вообще новый формат обучения для сотрудников, который назвали Human SMM. И мы как раз обучаем людей, как им помогать своей компанией вообще как-то участвовать в SMM-компании. Но при этом, естественно, они-то не будут делать, они не будут свои цели достигать. Потому что просто так, тотально сейчас другая история. Тотально сейчас так, что коммерческий SMM в компаниях живет отдельно, а сотрудники реально живут отдельно. Они еще кинется, не лайк, не репостят. Я видел результаты отдельные, противоположные. Это ужасно, когда вдруг по внутренней переписке большой компании, мне просто присылали эти письма, идет сообщение. Так, срочно залайкать такое-то или перепостить такое-то. Я это видел лично. Такое бывает, но сотрудники не обязательно идут и это делают. То есть вот тут все-таки есть, то есть сотрудники считают, что это их мера свободы. То есть вот это понятие личный аккаунт, вот это слово личный, оно очень глубоко у них в голове сидит. И поэтому возникает как раз очень много проблем, когда люди слишком считают, что это личный аккаунт, как это было с пиарщицей Леруа, чем это, собственно, закончилось, потом с разными другими людьми, которых увольняли в компании. Потому что сотрудники не знают очень простую вещь, что ничего личного в публичном пространстве не бывает. Поэтому первое, что мы их учим, что это все публично. Кстати, вопрос вот такой возникает тоже про социальные сети и вообще интернет в целом. Есть люди, ну, специалисты, которые утверждают, что сегодня уже иметь отдельный сайт не имеет никакого смысла для очень большого количества бизнесов. Не для всех, конечно, но для очень многих. Потому что аудитория находится в социальных сетях. И, собственно говоря, там для них привычная среда, привычный, скажем так, user experience, то, что называется. То есть привычный вообще ход событий. Как переходить, как читать, как комментировать, как подписываться. И нужно не столько гнать своего потребителя потенциального куда-то вовне, то есть на отдельный сайт, а прямо в социальных сетях все услуги предлагать, туда все инкопорировать, все как-то агрегировать и плясать от того, что именно ваша страничка в социальных сетях это есть центральная такая, вот, поинт вашего бизнеса. Так это или нет? Мне хочется посмотреть в глаза этим. Вот это как раз те инфобизнесмены, с кем я борюсь. Потому что они кидают какой-то громкий месседж, который громкий, он начинает расходиться. На самом деле за этим... Красиво же звучит. Красиво звучит, да. Но за этим нет правды, на самом деле. Потому что вот когда ты начинаешь понимать, как устроен вообще интернет, ты понимаешь, что за этим правды нет. Потому что, во-первых, есть как бы два важных момента. Во-первых, когда мы регистрируемся в социальных сетях, мы принимаем пользовательское соглашение, в котором четко написано, что все, что в соцсетях, принадлежит не нам. То есть авторские права с нас никто, естественно, не снимает. То есть это неотделимое право, то, что мы создаем контент, он наш. Но паблики, аккаунты к нам никакого отношения не имеют. Да, это не наше. Поэтому соцсеть может в любой момент заблокировать, удалить и никакими судами это не вернуть. Потому что, действительно, к нам-то не к отношению не имеют. Все, что случилось в Лас-Вегисе, остается в Лас-Вегисе. Да, это важно. Поэтому, когда люди думают, что это же мое, это моя страница, мой аккаунт, мой паблик, на самом деле это огромные риски, если деньги туда будут только вкладываться. Второй важный момент, это то, что, поскольку, опять же, это даже не ваше, в принципе, то вы трафик ведете, вы делаете классно для этого портала, как вот соцсеть, да, для этого огромного сайта. Но при этом вы не знаете ни статистику нормально, потому что вы можете смотреть только ту статистику, которую вам щедро позволили что-то там. Да, вы ничего не знаете. И самое главное во всей этой истории, что люди даже, которые у вас, не знаю, там, прокомментировали что-то, вовлеклись, они на самом деле, то есть вы о них на самом деле ничего не знаете. И для вас они каждый раз будут новыми пользователями, потому что там нет в реальности персональных данных, то, что вы можете собирать на сайте. Потому что сейчас весь интернет-маркетинг, у него есть одна глобальная проблема. Есть понятие воронки интернет-маркетинга, даже можно выстроить автоворонки. Но проблема в том, что затраты на входе в эту воронку, они настолько велики, что пока мы на выходе получим целевое действие, например, в виде покупки, у нас может не сойтись расходы с доходом. И это очень частая история для интернет-маркетинга. Чтобы продать платьишко на 5 тысяч, надо потратить 20 тысяч на одного клиента. И вся история работает только тогда, когда есть повторные покупки. Когда есть апсейлы, даунсейлы и какие-то разные истории. А это возможно только, если у вас есть контактные данные, вы имеете возможность этим людям делать, например, рассылки, то есть догонять их каким-то еще образом. А иначе, говорю, каждый раз он для вас новый, и вы каждый раз одного и того же человека платите деньги. То есть все прекрасно и замечательно с СММ и социальными сетями, только давайте не забывать про старый добрый интернет. Да. Старый добрый веб. Кстати, да. И, наконец, третий момент. Соцсети не индексируются вплоть до аккаунтов и до пабликов. Ну, в разных соцсетях это по-разному все-таки, да? Нет, в соцсетях все. В соцсети не индексируются. Ну, Твиттер это тоже соцсети. Ну, Твиттер, да. Но Твиттер и в коммерческих целях уже не используется. Ну, для некоторых отраслей тоже используется. То есть они используются только как медиа. То есть это новостное, новостное искусство, по сути. Для, скажем так, людей искусства, для певцов, разного рода артистов. Я говорю в мире, да. А, в мире, да. В России, в России. Я просто знаю, что стоимость артистов зачастую коррелирует с количеством подписчиков в Твиттере. Потому что считается, что если он, например, делает ЧОС, да, вот гастроли, то приезжая в тот или иной город, анонсируя выступление, в зависимости от количества подписчиков, он сразу получает некий процент купленных билетов. Это в Штатах. Там это прямо работает. Да, это у них очень работает. Но в России Твиттер стремительно теряет аудиторию. Да, его нет. Каждый год уже. То есть и, в общем-то, без шансов. То есть все попытки что-то с этим сделать, они ни к чему не приводят. Да и Фейсбук не растет, на самом деле. Вик, скажи, какие социальные сети... Ну вот, например, да, Твиттер, ты сказала, что немножечко-то все как-то там грустно, да. А какие социальные сети сейчас вот, ну, на пике и... У кого есть потенциал, например. Да, потенциал, где все-таки лучше присутствовать. Как ты считаешь? Самый быстрорастущий с точки зрения прироста именно социальной сети является Инстаграм. На данный момент он, как сказать, когда выходил в Россию, он показывал нетипичную ситуацию. Потому что когда выходит соцсеть какая-то в Россию, сначала все с Москвы начинается, Москва как бы все это пробует. А потом оно либо выходит в регионы, либо даже не доходит до регионов. Есть куча всяких там типа секрет, которые до регионов даже не дошли. То есть такие вот временные помешательства на каких-то там комьюнити. А Инстаграм, у него была другая история. Он сразу начал распространяться по всей России. Потому что очень простая идея. Чтобы создать контент, не надо долго думать. Надо просто взять телефон и ввести на что-то, и вот тебе контент. Ну и среди молодых, наверное, тоже очень важно. Они сейчас уже немножечко подросли. Все-таки Инстаграм тоже не первый год. Да, но среди молодых, опять же, здесь дело не в возрасте. Потому что вот это тоже иллюзия про то, что в ВКонтакте дети, в Одноклассниках, старики. В реальности ядро аудитории, то есть 25-44, оно абсолютно одинаково по размеру во всех соцсетях. Ух ты, даже в Одноклассниках? Даже в Одноклассниках. Просто во ВКонтакте есть люди младше 18-ти, а в Одноклассниках есть часть людей, которые старше 55-ти. Но те, на кого ориентируются рекламодатели, они по размеру являются ядром. То есть ядро это в процентном соотношении наибольшее количество аудитории. Вот это ядро, оно есть везде, оно 25-44. Поэтому получается, что дело не в возрасте, дело именно в простоте создания контента. А вот, кстати, то, что в Инстаграме связано с возрастом, это попытка, ну, не попытка, это, в общем-то, удалось именно как раз лучше всего в Инстаграме. Перенесение снапчатовской истории, истории со сторис, как бы это ни звучало, во взрослые соцсети. Вот в взрослых соцсетях, именно в Инстаграме, сторис... Стали успешны. Да. У нас времени, к сожалению, очень мало остается. Да, вот так вот, когда разговоры интересные... Потому что нам не надо было разговаривать, а только чтобы Вика разговаривала, понимаешь? В Вике есть целый сайт Академии интернет-резеров, там можно зайти и все прочесть. Есть такая штука на радио, когда говорят, нравится музыка, слушай ее дома. То есть если диджей будет ставить ту музыку, которую он любит, то никто это слушать не будет. С точки зрения социальных сетей тоже существует такой момент, когда начальник, например, или вообще бизнесмен предпочитает, например, Facebook, вот в Facebook у него все получается. А в ВКонтакте или в Одноклассниках от Израиля. Вот, соответственно, как с этим бороться? Потакать ли собственным привычкам? Или надо изучать все социальные сети и насильно себя заставлять вот в этой социальной сети и в этой, и в этой? Заставить себя вообще, наверное, не получится, пока не появится мотивация. Ну, то есть зачем это делать, да? То есть просто так люди постепенно все равно перетекают, например, из ВКонтакте в Facebook, когда растут. Как бы это странно ни казалось, ну, то есть когда я читаю мастер-классы людям, которым 22-23 года, то часть из них уже перетекла в Facebook, часть начинает перетекать, потому что они замечают, то есть у них возникает потребность, что там сидят их потенциальные работодатели, им надо именно там себя презентовать, поэтому они сами начинают туда переходить. Поэтому получается, что для личных целей можно продолжать использовать вот что больше нравится. Вот где, не знаю, там, не знаю, привычно, хорошо. В ВКонтакте людям нравится слушать как раз музыку, общаться с кем-то своими друзьями. В Одноклассниках можно играть в всякие игрушки, общаться со своей бабушкой, там, я знаю, в принципе. А в Facebook обсуждать политику? В Facebook можно, да, обсуждать политику. И искать сотрудников. В Facebook очень много чего можно делать, на самом деле, вот просто когда люди начинают понимать, что потребность, уже не просто хотелка, а какая-то конкретная потребность, не реализуется в той соцсети, в которой они привыкли, они начинают искать другие возможности, ну, это в идеале, либо они просто ничего не делают, что, наверное, большая часть населения свойственна. Но те, кто начинают искать, они понимают, что соцсеть подходит другая. На самом деле мы с вами можем, как сказать, очень много об этом говорить, но соцсетей-то совсем мало, и выбора-то, на самом деле, не очень много, в принципе, у людей получается. Нам еще повезло. На Украине там запрещены одноклассники и ВКонтакте. И вообще остался только Фейсбук и все. Ну, Инстаграм чуть-чуть. Ну, в Китае, между прочим, тоже. Ну, у них есть свои. У них есть кью-кью-зон там и так далее. Ну что ж, Ир, вопросы у тебя есть? У нас есть время еще? Нет. Виктория Вирт, Академия Интернет Резерва и множество разнообразных бизнесов еще. Спасибо большое. И Ирина Конторева, создатель сайта ресурсов вакансий для хороших людей. Спасибо, Ира. Меня зовут Михаил Гуревич. Это Коммерсант Карьера. Наш подкаст можно скачать на Apple, на Google и на сайте Коммерсант в первую очередь. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...